Парни, привет! Давайте покажу. Сегодня у нас будет небольшой мини-обзор. Это вот сам балансир, это вот пульт управления. Короче, сейчас сделаем занижение, как и обещал. Короче, в чем была проблема? Дохожу я до вот этих двух болтов. Я потратил на них порядка трех часов. У нас три с половиной тонны сегодня пришло акустики от компании Pride. Вот куча всякой акустики. Соло 140, куча всех сабвуферов, даймонды, десятые. Зачем это сделали? Именно только для передних дверей. Мне вообще непонятно. Так, друзья, утро начинается не с кофе. Особенно у Никиты. Никита что-то 3-4 дня постояла машина на холоде. Все, титату, титату, блядь. Твою дерьмо! Почему, не знаю, почему, постараюсь объяснить ему, что... Спокойствие, только спокойствие. Я держу уральскую пятерочку, да по рукам. Сувида по городам. Движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. Парни, привет. Давайте покажу. Сегодня у нас будет небольшой мини-обзор на балансир. На Визит Титана. В общем, есть у нас вот такой тип активного балансира. Он, по-моему, стоит где-то 3-700, по-моему. То есть, вот это вот сам балансир. Это вот пульт управления. Балансирует. Ну, сейчас все расскажу. Всякие провода. Вот столько, очень много проводов. Это, друзья, на пульт. И давайте покажу, в принципе, как я сделал, как я его собрал. Вот сейчас сам балансир у меня находится здесь. Также здесь находится разъем под пульт. То есть, вот этот пульт, он не напрямую соединен, потому что тут клемм ничего нету. Вот, я именно впаялся и сделал разъем. То есть, у нас пульт полностью отсоединенный. Вот так это все выглядит. То есть, вот основные провода на балансир. Вот они соединяют баночки. Вот, давайте покажу по функционалу балансира. То есть, смотрите, главный экран, то есть, когда балансир, ну, вот он просто стоит, ничего не балансирует. То есть, вот. Ага, нет, наверное, сейчас он балансирует. Кто-то включил балансмод. Так, да, давайте я его выключу. То есть, вот штатное, так сказать, рабочее состояние активного балансира пульта. Так, получается, тут, смотрите, что можно сделать. Надо будет выставить минимальное и максимальное напряжение на баночки. Вот, дальше нужно будет. Что это можно будет сделать? Можно сделать балансировку принудительную. То есть, если видите, что банки сильно разбежались, например, повалили где-то долго. Или еще что-то. То есть, смотрите, можно нажать кнопку балансир, и все. Вот, загорелась иконка балансмод. И вот тут должны еще иконки загореться на банке, которые балансируются. Так как секция отбалансирована, ничего не балансируется. Дальше, смотрите. Бывает, что есть ситуация, когда одна банка перезаряжается довольно сильно. Тут это тоже можно сделать, то есть нажимаем кнопку discharge и включаем мод разрядки банок, то есть сейчас он будет перекачивать из банки, которая перезаряжена в другие банки, вот так он работает, но это так, это на крайняка вообще балансирует, то есть вот просто в обычном режиме вот так вот он берет и работает, то есть этот корпус вообще можно разместить где угодно, хоть здесь, хоть здесь, хоть какой-то выносной сделать, если рядом с Титона там вообще не вариант поместить, конкретно вот эта секция собиралась на Chevrolet Cruze, у него как раз таки аккумулятор получается, если вот так вот подходишь к машине, аккумулятор вот так стоит, вот тут у него какой-то большой кожух, тут места нет, тут места нет и как раз остается вот тут свободное место, там какая-то металлическая пластина, мы ее убираем и вот так у нас Титона в штатное место на Chevrolet Cruze заходит, короче, сейчас делаем занижение, как и обещал, делаю вот такие стоечки, перепали, их уже по-моему показывал вам в каком-то из видосов, вот то есть в планах поставить вот эти стоечки сейчас, на переднюю подвеску я потратил ну порядка, сейчас, сколько у нас время, сейчас, секунду 18-17, я начал, пол второго буквально, вот я сейчас отвлекся, это пол часика, наверное короче, в чем была проблема, болтики все еще нормально снимаются, думал, колеса перетянутые, наверное, будут болты еще где-то, что-то все, вообще идеально все снималось дохожу я до вот этих двух полтов верхний, который эксцентриковый, вот это заводы знают он нормально вышел а вот этот, что на этой стороне, что на той стороне я потратил на них порядка трех часов короче, не лучшее вообще, как сказать, занятие я сейчас тут открутил, тут мы поставим, я поставлю проставку под шаровую опору это тоже сейчас заменю, ну и также еще верхние опоры, тоже будут новые вроде резина-то целая, ничего с ней корпус весь ржавый уже уже, я не знаю, как это сказать ржавчина, не то, чтобы покрылся весь, вспучился какой-то но при этом никаких, как сказать, посторонних стуков ну, то есть я не чувствовал, что подвеска убитая поэтому мне, кстати, после заниженной машины понравилось ездить на джипе ну, как на джипе, на стоковой подвеске но все равно, так как есть эта подвеска которую новый уже приобрел с занижением и хочется, ну, там, глаза мозолят, так сказать и возил в багажнике, там, гремит, лежит в багажнике и думаю, все, надо поставить посмотрим, какой вид будет, потому что, вроде, как сказать я такие проекты видел то есть Калина 2 универсал ребята делали но у всех как-то по-разному, что ли и вот тут вот возникает большой интерес как будет выглядеть именно эта но она сейчас нечетково выдающегося нет как бы аквариум с зелеными стеклами занижена, занижена будет перед минус 90 задница тоже, наверное, где-то минус 90, минус 100 будет посмотрим, как это будет выглядеть друзья, всем привет, всем доброе утро сегодня у нас, получается, приход мощный Прайда у нас 3,5 тонны сегодня пришло акустики от компании Прайд вот такая машинка, нам ее привезла большая смотрите, там вот ребята уже все подняли остались такие тяжелые сабвуферы пойдемте посмотрим смотрите, пришли у нас такие классные сабвуферы М45-15 у нас здесь стоит, получается несколько, их три штуки дальше идем также М45-15, то есть те с катушками 1,5 и эти с катушками 0,75 вот, также М35-е уже ребята у нас занесли все наверх уже потихоньку разносят давайте сейчас поднимемся с вами вообще посмотрим то есть куча всякого товара вот тут у нас Егор сидит, работает, подборчики делает вот, куча всякой акустики Soul 140, куча всех сабвуферов Diamond 10, усилители Apollo, куча всего пришло динамики 20-е, 16-е, усилители от Прайда ну, в общем, весь, так скажем, товар от Прайда поэтому, ребят, всех ждем в гости всем приходите, всем уральскую пятерочку увлекся автозвуком и не знаешь, с чего начать посмотрел кучу видосиков поездил на соревнования, но ничего не понятно на сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука заполняйте форму на сайте мы вам позвоним и сделаем очень классный подбор автозвука именно в ваш бюджет лучший подбор автозвука на сайте автокаста.ру друзья, всем привет сегодня я вам покажу автомобиль у нас на установочке, это Максима Nissan Maxima вот такая вот вот, что в данном автомобиле производится это замена штатных динамиков на эстрадные тут уже дверь собрана все как-то вот так вот выглядит вот так вот четенько все по штату проложено к штатной проводочке прям не докопаться ребята делают супер вот такая сирена есть бомбовая вот по динамикам это прайдовские груди войс так вот они выглядят штатные места через поставочные кольца вот и на это все усилитель АМП про 4 по 200 в принципе как раз динамиком будет запасом вот будут играть супер и у клиента уже стоит вот такой вот какой-то непонятный сабик вот пока его оставим в дальнейшем я думаю приедем все поменяем чем занимаюсь сейчас то есть поехал дальше это добрался до дверей а в дверях в проемах точнее вот такие вот розетки зачем это сделали именно только для передних дверей мне вообще непонятно все меньше негатива то есть как видим пины тут слава богу у меня еще очень много места вот такое отверстие сделал то есть здесь будет раз капель два капель это два на полтора и еще сейчас зеркала тоже поменяю с них нужно будет вывести тоже проводку и вот как раз я думаю этого места мне спокойно хватит то есть здесь рассверлил и в этой части аналогичным образом чтобы было одинаково чтобы все сошлось и закрылось далее поменяю эту ручку уже поставлю вот такую ромбовидную черную зеркала поменяются и что будет установка карт кстати два нуля идут протянув через штатное можно сказать отверстие которое здесь здесь есть отверстие по штату здесь была просто виброизоляция так в автомобилях с гидрокорректором здесь идет как раз таки гидрокорректор вот эта резиночка именно от него еще раз повторюсь тут было просто штатная виброизоляция заклеена это отверстие его нагрел отклеил спокойно все вот эту резиночку отдельно в продаже ее не существует то есть приходится покупать гидрокорректор все в ней отверстие вырезал и то есть тут идет две протяжки нуля два плюса и так же еще вот этот провод он пойдет на генератор и так ребят я это все тот же день я наверное уже очень сонный сильно сонно выгляжу время без 22 короче что на сегодняшний на текущий момент что у нас что я сделал поставил хрон до конца блин карты я вообще с них кайфую блин первые мои карты в коже Миша красавчик вот вот просто топовый мастер обращайтесь за этими картами к нам ну кто хочет из стекловолокна в коже это высокое качество реально мастер очень сильно достойный у нас я еще не установил генератор это на днях поставлю как бы титанат есть я думаю от штатного агентчика поживет несколько денечков вот и блин четвертый день и это еще не все ну не удивляйтесь когда цена за установку данной системы там превышает 30-40 тысяч это нормальная цена потому что люди ну допустим один мастер если будет ею заниматься он будет заниматься дней 5 наверное это точно вот у меня сейчас ну я не скажу то что я там какой-то высокий специалист именно в плане установки но как бы каждый день с этим работаем я смотрю как ребята наши работают что-то берут для себя на заметку что-то как-то из своей из своего видения применяем то есть как интереснее будет вот конечно поэтому наверное не скажу что но мне нравится так что все сейчас как только поставлю генератор сразу же будет установлен и сап это также 2М25-12 в том же коробе сейчас в нем хочу попробовать а дальше посмотрю как будет если будет лучше будет круто будет хуже сделаем новый чтобы было еще лучше так парни смотрите нам сегодня пришла новинка конкретно касается виброизоляции вот такая штучка бронер из пиликстрим от стп как заявляется сколько там раз в 4 в 8 что-то она еще жестче чем асабаса так сейчас покажу вам парни даже сравнение вот она масабаса всеми уже любимая так это масабаса четверочка тут ну тоже четверочка ну да она такая же так смотрите в общем по жесткости что могу показать в общем вот она масабаса как бы ну вот она жесткая но как бы гнуть гнуть ее можно с бронером это уже не прокатывает друзья то есть ну давайте вот так вот даже сейчас попробуем ну можно но я прям я прям нормально чуть не всем весом прикладываю то есть вот так вот ее просто погнуть ну вот она еле-еле гнется то есть ну она реально гораздо жестче масса-бассы посмотрим как она себя покажет на практике именно в СП не будет никаких проблем либо наоборот еще круче будет вот если бы она вышла раньше я бы ее по-любому себе в двери наклеил просто ради эксперимента вот она тут пришла такая вот небольшая пачка на пробу так что вот друзья такая новиночка кому интересно попробовать приезжайте в гости оформляйте заказ на нашем сайте либо пишите лично мне мне Дмитрий зовут будем пробовать вместе с вами ребят привет пятый день установки пятый мой выходной который я уже здесь занимаюсь что сегодня делаю это установка генератора то есть какая-то лишняя проводка все равно осталась провода надо ближе на чем тут остановился тогда когда я до ночи делал это то есть здесь подключил вот это штатное питание масса тут висела этот провод скинул и сейчас его уже из нормального кабеля сделаю сейчас установка генератора это уже стоит новый фронштейн автопродукт то есть ремень который был 823 по-моему он не подошел чуть-чуть не дотягивает так друзья утро начинается не с кофе особенно у Никиты кто помнит приору на полляма собирали позапрошлым летом вот мой клиент в общем вот это приора 325 сейчас она передвигается вот так вот вот суть в чем зима холодная Никита что-то 3-4 дня постояла машина на холоде все титан титан почему не знаю почему если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое то есть у меня тоже такое бывало машина стоит 2 недели все ништяк не в натуре класс потом машина стоит 2 дня и титан просто в ноль у меня было такое титан разряжался до 6 вольт и это уже второй раз такая история у Никиты сейчас я постараюсь объяснить ему что спокойствие только спокойствие титанат это такая штука блин лучше не оставлять его просто так так у нас Александр пытается реанимировать титанат да не должен но если что будет страшно ноль тридцать четыре взял цешку замерил титанат девять вольт вот такие дела вообще друзья доброе утро погнали дальше привет всем все я наконец-то уже все поставил в калину давай открывайся короче генератор ноунейм 320 все через этот фронстейн стал пришлось все таки поменять ремень и натянулся 823 не стал 850 поставил также продублировал массу здесь на стакане обязательно зачищайте ну это я вот так закрасил чтобы в глаза особо не бросалось под наконечником там голый металл поэтому ну здесь просто вот видите царапки получились от четки поэтому пришлось закрасить вот так что масса здесь продублирована с гены именно вот с этой крючки идет там специальная площадочка пошли плюсы и также это провод на регулятор все сюда приходит пришло два плюса с гены через преды тут преды решил не ставить как бы вот они есть по сути в этой цепи все и вот этот кабель уже уходит в багажник еще один момент есть по багажнику ну и в итоге сколько свободного места а свободного места тут чуть-чуть да маленько давайте сейчас навалим короче отвык я от басухи не слушал с сентября и теперь для меня даже 500 ватт когда играет это очень как-то мне уже хватает что ли не слушал а до 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...